Продолжение следует... И очень хотелось бы, чтобы то, что выходит из уст наших, правильно бы перенесли, перевели и передали. Это очень важно. Все-таки, что бы ни было в нашей жизни, какие бы проблемы ни были, какие бы зависимость ни было, какая бы ситуация ни была, мы должны уважать немножко себя тоже. И пойти в положение тех людей, которые именно находятся в таком состоянии, в таких ситуациях. Вы знаете, что, наверное, уже в СМИ вам ясно, что уже два месяца, около двух месяцев наша семья находится в страшном состоянии. Без вины виноваты мы оказались, заложниками политических игр. Куда мы ни лезли, ни один член нашей семьи, никто. Наоборот, всегда были близки с теми людьми, которые сегодня против нас настроились и поддерживают в атаке. Нашу семью под угрозами терроризируют нас, шантажируют. И еще самое страшное, что членами нашей семьи оказались и заложниками. Заложники – это заложники политических ситуаций, военных положений, во всяких, во всех случаях. Если один человек возьмет какого-то, ну, ребенка или какого-то человека в возрасте, куда-то, где-то закроет, и об этом потом в курсе в дел будут правоохранители, органы, что ни за что взяли человека и закрыли на это уголовное дело, да? А то, что целую семью закрывают и под стражами держат месяцами – это оправдание. И самое страшное, когда организаторы – свои же люди. Свои близкие, за которые семья, представитель русской общины Людмила Алексеевна Влащенко, она просто наблюдатель. Она близкий человек в нашей семье, в нашей диаспоре, лично со мной в хороших отношениях. Я с многими дружу, но никому не звонила, кроме ее. Мы как мамы ее признаем уважаемыми целями. Она сейчас может подтверждать мои слова, что когда на парламентских выборах чин-то латини собрались, из национальности, из редких лидеров, в группе которой я находилась, из нескольких, какую активную роль сыграла в поддержку партии демократов. Было такое. Весь зал смотрела, весь зал подняла я. Все начали уже по-другому мыслить, по-другому понимать. Потому что с уважением отнеслась до лидеров. Особенно к Марьяну Ильичу. Батнарю, к сожалению, сегодня он не оправдал себя. Мы оправдали себя. Он нет, он нас продал. Батнарю Константина, который очень этот человек дорого стоил для нашей семьи. Здесь больше десяти лет дружбы с моим сыном. И с его подачкой закрывает моего сына, моих детей. Потому что какие-то прокуроры заинтересованы были. О, наши семьи. Вы же знаете, мы немножко на виду, активная работа в виду. Кому-то не нравится другая национальность, может быть. Слишком активную роль в виду общественно-творческого в Молдове у нас. Любя эту страну. Любя. У меня приглашения были во многие цивилизованные, более цивилизованные, более богатые страны. Я не поехала никуда, я не полюбила эту страну. И, как всегда говорю, никто меня, нашу семью, не завязал, не оставил нас. Мы сами, собственно, душно, сами решили остаться тут. И остались. И сейчас под угрозами не только стоят члены нашей семьи, и национальные наши интересы. Если в нашей семье три лидера. Я председатель диаспоры Армении, Армян Молдове. Вы сами все каналы, не знаю, хоть один-два раза были на праздниках, на всех мероприятиях, которые мы организуем. Были все. Я вас всех знаю по лицу. Всех знаю. Не важно, кто, с какого канала и какие информации ведут. Все равно они были у нас на праздниках. Ко всем отнеслась хорошо. Работу вела от души, полюбила народ Молдовы. Заступилась даже с молдаванами, когда они неправильно говорили про свой народ. Я говорю, мы не принимаем такие вещи в Армении. Любим, живем этим, свой народ, свою родину. Чтобы ненужные слова, не надо, не говорите, не хочу даже слышать. А сегодня очень близкие человека. Нам двойник больнее, знаете? Больнее. Что, во-первых, большой друг нашей семьи-то все натворил. И во-вторых, те, которых мы поддержали. За что? Вы знаете, мой сын, я сколько людей по районам проехали, по городу. Круг у нас большой. Везде говорили, объяснили. Очень многие против были. Как это, как ты можешь? Все очень возмущались даже. Как я вдруг решила. Меня знают как честного, справедливого, порядочного человека. А я вот душой стояла. Да, я Марьяна Юрьевичу очень уважаю. Потому что у нас кликнулся, когда у нас какие-то проблемы были с диаспорами. И даже какие-то проблемы у армян лично. А сколько раз обращалось, этот человек поддержал. И Казан Тимхайлович тоже поддержал. Но все перевернул в изнанку. Все перевернул. Вы знаете, как больно. Человека мы любили. У меня смс-ки такие. Я вас люблю, я вас ценю, я вас обожаю. День рождения, поздравляем друг друга. Друг ходим друг друга. Моим Давидом сколько раз хлеб и соль поделили. Это хлеб и соль, глядь, надо честь. Понимаете, это больше, чем все может быть. Деньги или, не знаю, слава. А это все затоптанно. За что? Почему мы не понимаем? Если кто-то, кто-то, какой-то человек, который это прошлое наше. Может быть ошибка моей дочери. Может быть. Но тем не менее он был молдаванином, не армянином. Все-таки его честь. Да, он в этом мире находится. Да, это наше прошлое. Да, мы ошиблись. Но он где-то имеет связь с нашей семьей. То есть детей имеет троих. Троих великолепных, красивых, уменьших детей. Они всю Библию, энциклопедию, географию, христианство все знают 4-5 лет. Настолько подготовлены, умные. Вот скоро они в шахматы пойдут, мировые чемпионаты. Трои сразу маленькие. Молдаване, не вольмяне. Тип-тип-тип-тип и на... Понимаете, на мировую арену. Дочку мою закрыли. После праздника наших. Дни рождения были. 9-го числа у маленького 4 годика исполнилось. 15-го октября. 15-го у таточки день рождения. И 17-го у Тиграна, старшего 8 лет. И 3 года с Виталиком связи не были. Вдруг папа подарки отправляет. На дне рождения. Что она скажет? С тобой маме долго они не общались? Долго. Она обиделась, что это случилось, что это за шоу, что это за... Реклама такая в отношении нашей семьи. И однажды я не хочу обидеть никакой канал. Я просто говорю, надо человеку, чтобы люди, особенные журналисты, из ваших уст выходит то, что общественное мнение становится. Чтобы вы справедливо были, немножко уважали. Однажды объявляет по публике ТВ, что взять Венера Гаспоря, президент армянской диаспоры. Ну, послушайте меня, пожалуйста. Он другого мира человек. Он молдаванин. Он нарушил правила. Он закрыт. Причем тут армянская диаспора. Венера Гаспоря. Мой статус, мое имя, мою имя, мою нацию, мою родину. Все переворачивает. Пусть нас зовут сын такого-то. Наш молдаванин с этого района. Зачем наше имя трогать? И до сих пор, до сих пор, 4 года наше имя склоняется, наше семя. А если это Венера Гаспоря Блаба, обычные женщины, кто-то заметил бы, говорили бы, но кому-то хочется тоже плохое говорить. Понимаете? Мне не надо ни желтая пресса. Всю жизнь я чистой жила. Чужие копейки не ели. Наша семья порядочная. От себя мы отдаем, чужое не отберем. Мой Давид закрыт. Я церковь там ремонт делаю. Его начатая работа не остановила. Когда шоу организовали, Москва-шоу, напали сисовцы, 8-10 человек, напали на кладбище армянскую и церковь, дали, ломали окна и двери. Работники работали в церкви. И как увидели это шоу, все убежали. И не подняли трупы дальше. Это начал мой сын. Со своими копейками. Он дружил с большими людьми. Он очень умный. Ему не интересно, когда рядом. Когда-то мы провели исторический какой-то, 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 вы видели людей. Журналисты как, просто, ах, мешоки были, насколько он грамотный, подготовленный парень. Умнейший, гениальный, генетически подготовленный, умный парень. Понимаете, разве можно такого подставить? Судусь в тюрьму, наказать за что-то, за то, что какой-то прока там что-то сусат не имеет. Причем тут эта страсть семья? А когда я в 14-м году поддержала партию демократов, они не знали, что это прока наше прошлое. Они прекрасно знали. Тогда почему наши заслуги, наши, наши эти все поддержки восприняли нормально? Прекрасно знали, что мой Давид, его не переваривает. Почему? Давид другого мира. Он грамотный человек. Ему интересуют научные дела, история, философия, Библия. Неделю назад пригласили на форум румыно-молдавский, украинский форум, где история Бессараби, там про историю Бессараби должны были репетиторы выступать. Позвонили, просили, чтобы Давид был. Я говорю, он закрыт. Как закрыт? Я говорю, закрыт. Почему? По заказу. И татушку закрыли. За то, что все началось с того, что Виталик с усатым разговоры вели. Какие разговоры, это они понимают. Мы ничего не понимаем. Мы ничего не знаем. До сих пор не понимаем. Но то, что случилось, так случилось. Когда закрыли детей, я сразу звоню в отнарю. Как близкого человека. Все знают. Мы увидимся. Мы обнимаемся. Мы целуемся. Обожали эту семью. Я его сына любила как себя. Как своего сына. Он на меня больше похож, чем на своих родителей. Кучрявый такой. Честно говорю, Жанник, если вы знаете старшего. В публике-то именно обращает. Настолько мы близки были. Настолько полюбила, как своих детей. Понимаете? Я думаю, что они тоже. Ну и что? Они там где-то наверху находятся. Мы сегодня неблагодарную работу ведем. Фактически общественный труд. Это вообще не стоящий ничего. Это труд. И звоню в отнарю. Константин Михайлович, детей закрыли. Я не на месте. Я приеду, разберусь. Хорошо. Приехал. Константин Михайлович, закрыли. Я хочу к вам. Приходи. Пошла. Поехала к нему. В офис. Константин Михайлович, таточку закрыли. За что? Давидов закрыли. Вы понимаете мое состояние? Вы понимаете таточку? В воспалении легких. Давидов ни за что. Просто случайно попался. Какой-то полицейский. Полицейский. Хотел его тоже брать. Потому что какой-то прокурор давно зубы меет на моего Давида. Сказали. А вот ты знаешь, кто этот Тата? Знаете? Это Давид. Давид ее брат. Какой Давид? Армячик? Да. Давидян? Да. А что там? Где он? Вот тут. Давай поехали. Давидов, да почему? Зачем я должен с вами поехать? На каком основании? Они говорят. А сейчас позвоним, скажем. И звонит прокуратура. А на каком основании ее забрать? Через полчаса, а сорок минуту живой свидетель. Вот эта девушка. Евгения. К ней домой пошли, перевернули. Хозяйка, вот мама ее. Не спроси, кто она, хозяин этого дома. Она не в курсе обыскивать ее дом. Переворачивать. Тата ищут. С кого ищут? Флэшки ищут. Что еще не понимают. Они пришли, когда домой к ним. Незаконно зашли к ним домой. Незаконно зашли к ним домой. Это раз. Во-вторых, во всех бумагах нигде не было указано имя моего брата. Или чье-либо имя. Там было указано только мое имя. И адрес его. И адрес Евгении. Так почему незаконно забрали моего брата? И держат на протяжении двух месяцев. Незаконно. Я обращаюсь всем телезрителям. Я вас очень прошу. Помогите. Мы требуем, чтобы незаконно так задержали моего брата. И как фабриковано сделали, открыли все дела, уголовные дела на нас. Мы требуем, чтобы все сняли с нас. И освободили моего брата. Фактически мой сын жертва политических игр. Они не делятся между собой не зная что. И в котле горим мы, моя семья. И Давида никто, на имя Давида не приходил, никто из воины прокуратуры сразу. Сразу, через полтора или полчаса документ приносит. Документ приносит. Вот на тебя есть уже приглашение прокуратуры. Говорит, хорошо, пойду. Я нормально. Порядочный человек. Давай поехали. И зачем поехать, если даже бумагу у вас есть. На каком масле? Что вы хотите со мной? И что вы имеете ко мне? Поедем в прокуратуру, там увидите. Поговорим и отпустим. И едет прокуратура. Его почему-то брали, генеральная прокуратура. А пришли на обыск Стигина-6. Стигина-6 пришли к Тате на обыск. Тате забрали Тигина-6. А почему Давида, гемпрокуратура, которую по центру филиалов имеет? Потому что именно там и был один человек, который не очень долюбил нас. Причина, вы знаете, с этой очень связанной, которая, вы помните, да? Несколько лет назад, когда там один прокурор тусовался с этими путевыми девочками. И вдруг попался, и мы опять оказались виноваты, что мы увидели это все. В общем, это другая тема. И иду к Константину Батнарю. Таточка за хребет. Прокурора посмотрит. Она не виновата, отпустит. Хорошо. Константин Михайлович, вы прекрасно знаете. Давидом каждый день чуть ли не общаетесь по телефону. Он через день у вас. Вы не знаете, кто он. Вы же знаете, Давид чистейший. Да, я знаю. А почему, Батнар мне говорит, почему прокосусатым говорим против нас? Какой усатый, какой прокурор. Что говорил? Я говорю, господин Константин Михайлович, ты что говорил? Я не в курсе. Мы вообще не в курсе делали. Мы с этими днями, с рождением, и получилось так, что и болели, и рождение, и болели. Вот так вообще отключились от телевидения, от всего. Заняты были как будто своим радостями, своими и болячками. А вы что, не в курсе делал, что прокурор говорил по телефону с усатым, какие-то эти ведут против нас, против Плоходнюка? Константин Михайлович, вы думаете, о чем говорите? Причем тут Давид и моя семья в этом разговоре? Если даже он что-то не то говорил, что мы с нашим, что даже заложники берете, чтобы за то, что он говорил, общаться с ним. И, в общем, пошла-поехала. Он обещал. Все будет нормально, прокурора посмотрит. Если не будет ничего, отпустит. И в этот же день, это второй день, что у Тата сидит, у Тата приступает. Воспаление легких. Скоро вызывает. Скоро в температуре горит. Ноль помощи. Скоро приезжает, говорит, вы хотите убивать этого человека? Оно умрет. Они когда пришли, они говорят, девушка, вы понимаете? Просто заставляют, заказывают, закрывать и закрывать. И что получилось? Жень, пожалуйста. И что получилось? Получилось то, что ничего там нету, а господин Андреевский, там был разговор с Женей, с Виталием Пропутом, что она умоляла Виталика, полный запись став тогда, умоляла Виталика. Вы почему смонтировались такой чистый канал? Если вы такие честные, почему смонтировали Жене голос Виталиком, а то, что Женя умоляет бумагу дать? А Виталий говорит, я плавно... Мы же не ведем прослушки, мы руководители... Подождите, а кто мы... Подождите, не про YouTube говорим? Не YouTube говорим, послушайте, да, прослушки вы ведете. Мы не смотрим, мы не смотрим, мы не смотрим, мы не смотрим. Смонтированный монтаж, вам не ясно было, но у вас порядочная журналистка, русский вариант, который она вела, она так и сказала. Этот вариант, но так и не поняли мотив, с чем связано. Неясно, почему девушка умоляет Виталика, а за что не говорят? Ставь тогда. Это концовка должна быть. Послушайте. Откуда нам это? Вот послушайте. Ставь. Чтоб бумагу дали. Чтоб вот эту бумагу Виталий сказал, отрубите руки, не отдам. Он сказал отрубить. И Драну, подожди, этот момент тоже, Карен, подожди. Это Раду Чужескую, это Чужесенько, едет в Румынию. Зачем не едет в Румынию, в Виталию? Тише. А где брошу? Драну, которая подтверждает Бог, что я никогда в бумагу не видел в ней проходить на камерах. Я это знаю, давай это не поцелуй. Я тебе кое-что скажу, чтобы поздно, я и надо сегодня с тобой, я тебе говорю, и мы подожди вам в ***, как храбей, чтобы он варит. И если я даю эту бумагу, я подтверждаю их, понимаешь, это подтверждение козырь и руки даю, они потом будут резать влево и влево и делать все, что они хотят. Эта Раду, когда был здесь, он мне сказал, делай по черному, еду в Валдову, всех освобождаем, все закрываем, все возвращаем обратно, все нормально. Что он, что-то сделал, или что? Я понимаю, Виталик, ты понимаешь, что тут уже выбор стоит, или они, или вот так. Я тебе говорю, ко мне домой вообще зашли, искали Тату, пришла, обыск пришел на имя Таты, вообще на мою квартиру, не было ни имя, моей мамы, никого, ничего. Так вы понимаете, что они ***, ну они по беспредельничают вообще, вы что, вы не понимаете? Ну нет вариантов, Виталик, нет вариантов. Ты пойми на слово, ***, ты не имеешь дела, ребята не имеют, никто не имеет ничего с этими делами, абсолютно, это жена, ты никто не понимаете, что это шантажный способ. Я понимаю все, нет других вариантов, просто, поверь, они там будут сидеть, 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 я тебе говорю, видела эту на пакетах, эту жену Нелу, бедную, с тремя детьми там ходит, блин, и того тоже жалко, реально, душа болит за всех, я не знаю, ее не его видела только на день рождения, но душа плачет за людей, понимаешь? Блин, этот плачет, от него нахуй, совсем, этот, Саша пешка, ебаная, она пришла, она очень от него, ебаная, разговоры, разговоры, они вообще нахуй, они взяли барбарный метод, нахуй, закрыли всех, там, надо на меня, или что, взять меня на жалоб, значит, ну вот так, видишь, вот так они творят, вот так, я тебе говорю, тут все закрыты, тут всех закрывают, вообще, по беспределу, так в понедельник, если что, она будет готова, я в понедельник дергаю здесь, адвоката, я на краю, она будет готов, уже не говорили, шмага, все, я должен подтвердить, то, что не является правдой, я должен прикрывать, плохой, пуганик, чтобы померить, что жили, это хотели, мы не хотели ставить, вы это хотели? вот это на публика ТВ, вот это поставили, если вы ставили, если вы ставили, первое начало, Женя с Виталиком говорит, а ты закрыли, а за что закрыли, вы смотрите, 20, Женя, подождите, 29 числа, только, 45 дней плакали, рыдали, умоляли, сейчас, умоляли, рыдали, просили, чтобы он отдал эту бумагу, рады он не отдал, 40 дней, руку отрубишь не отдам, я за них сижу, так сказать, 29, послушайте, число, посмотрите, именно эти дни мы сказали, Тата закрыта, чтобы мы с него получить эту бумагу, а вы берете, монтируете, я же монтаж знаю, я клипы сделаю, я праги делаю, монтирую сама, смонтировали, вперед, назад, или срезали, выкинули, и ставили то, что вам нужно, Женя говорит, Тата закрыли, ага, обманули друг друга, если даже она свадьбом уже обманула, затела, потому что, условия такие были, либо, сына освобождаем, уголовные дела все снимаем, а если мы такие уголовники, зачем снимать, и освобождать, а зачем требовать эту бумагу с бедной, несчастной семьей, которую вообще не вкушить, скажи, пожалуйста, хоть у вас, мы это сегодня не хотели, поставить, вы настаивали, теперь все слушаете, и все получите, чтобы у вас везде была эта запись, и Раду, Женько, приходит к нам, с этим текстом, с этим текстом, вот его почерк, его почерк, и еще он у нас, и еще он у нас требует, вот я Раду на запись там, кроме того, сейчас, кроме того, то, что пишет, Виталик должен написать, что он не, не Блохотнюка не знает, я против Блохотнюка, ничего не говорю, я с этим человеком не близка, не знаю, не понимаете, я грех, я правильный человек, вчера мне несколько раз спросили, что, что-то против, против вас, или против него, никогда в жизни, никогда в жизни, я не имела, вообще как, это партию поддержать, чтобы они тебя атаковали, съедали, и бросили прокурору, на растяжание, вот, Раду, еще пришел, к нам, и добавил, тут напишите, что, усатый заказал, я говорю, что, ты охренел, что ли, ты больной человек, как это, отсюда мы отходим, теперь от удара, с той стороны, вы что, наши семьи под прицелами вы ставите, какие усатые, как это, человека не знаем, ничего не слышали, не вообще, даже если какое, как это можно, ты, что, Виталик так написал, и он поехал к Виталику, я говорю, Раду, давай, пожалуйста, давай, выкинем это, это не будет, с этим не пойдешь, мы не подставим нашу семью, нашу голову, убирайтесь с вашими проблемами, только, хотите закрыть, закрыть, вы ваше делайте, мы наше сделаем, но, хотя бы с этим текстом, уговорим, будем умолять, попросить, Виталика, он 45 лет и нас мучил, пока мы не сказали, вторично, так мы закрыли, не знаем, где находится, он тогда на жалость пошел, благодаря того, что и дети плакали, сейчас запись поставить, с Раду вместе, и мы только договорились, на эту часть, которую я продиктовал, никого не знает, и он не заказчик, но, ни в коем случае, чтобы мне чужое имя еще написал, чтобы кто-то, вот смотрите, его почерк, по заказу, хотел написать, я говорю, ни в коем случае, ты что, чем ты шутишь, это нам не надо, и это нам не надо, но ради того, что вам это сильно надо, и мы пострадали, одно дело, но могли бы по-другому решать, могли бы, мы близкие люди были, могли бы просто вызывать, приглашать меня, сказать, Вененочка, миленькая, Мышевна, Гаспарян, там что-то не так, ведут какие-то, ненужные разговоры, останови, останови, пожалуйста, мы бы умоляли, попросили, опять сплакали, рыдали бы, попросили бы, чтобы этого не было, обязательно надо было, подставить в нашу семью, обязательно надо было, на все это пойти, и вот, добились, хотя бы, это получили, пусть мой адвокат, скажет пару слов, преступника завидовит, и человек говорит, мой Давидову, вуз, два вуза закончил с отличием, с отличием закончил лицей, два вуза, юридические права, Давид, может, 20 вопросов задавать, 40 принимать, он наполеоновский, бонапартовский ген имеет, он настолько умнейший человек, он может немножко эмоциональный быть, но не путайте, не путайте, вот как сегодня, арсенал, Андреевский, это вчера, они такие дешевые варианты ставят, что люди говорят, славе не стыдно, ставили, две бабы разговаривают, или, так и на фотографии, так и изуродованная, Женин фотографии, и с Виталиком говорят, режут, и с утра до вечера это крутит, это ваше достояние, и это ваша высота канала, Саша говори, потом я продолжу, что я не могу, какой он прислал, девушка, как вас зовут в публике? Виктория Крукова меня зовут, здравствуйте, Виктория, я хочу, с дуны вастры, о конкузии, да, когда посту, для телевизиона, как и репрезентант, да, есть умпост, что я сейчас понял, форнезя за информацией, корректы, да, но я с польской, ну, тем, с верификам, да, но я в интервале, кум, по-пати ажунчик, энеррежистрерили, Алик, прослушка, корреклоса фикрата, лавой, чинь, ажунс, по ютуб, по ютуб, вец, да, вец, госпорян, 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 разно, расчифровать, ютубе, то, что неправда, подождите, я как, отзвозу, госпорян, да, татьевик, David, сут воамени, фоарте эмоциональ, да, дин 18. и октомври, да, у фостэчери, абсолютно, ну фостэчери, ничо, 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 дат лу, давид, чинс прецизили, леништицте, инкэ 30, леништицте, нумай, cum, ин deceмбри, у пару, дупэ, 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 дупэкат, а цаста рат эла, лачил фапт, кэ, опонентий мостри, ассаа скажем, да, кареус уличтат, ачес документ, иер, кэн, юрифузацьо прамиаск, ирау гата ла алтимаренте, да, дааана Винера у спус, дёжа, ессси гата монтат видео, да, энтре минуты, ну фач тьему асса, да, траслушка спуй, иди спу, су этот фастэль. И есть вопрос в публике, вы верите информацию в предыдущем? Интенция, канал, который вы представляете, у вас был дарят, что Татевик является человеком минцинуаса и не возможно быть в том, что говорит ей. А это было. Это было бы иметь. Да, у меня было информации, о том, что татарь был арестат. Почему? Потому что, как говорится, в течение месяца, мы поговорим с Виталий Прока и сказали, что у нас есть документ, где ты скажешь, что ты не знаешь омолисты. Он сказал, что я не могу сказать, что это не веро. Не могу. И только когда родители сказали, что татарь был арестат, родители были болны, и он был тот человек, с три детей, один за другой. И он был тот татарь. Он, чтобы избежать родители, потому что родители не знаю, не знаю, почему, да? Он написал эту declarацию, которая не имеет права, которая не имеет права в этом документе. Понимаешь? И в регистрации, которые были сказаны, надеюсь, что он был прозрачным, это был Лехома, который был этом придуман, это было невероятно. Мы поняли, что церковь была. И, как ты смотришь, измерить его из местного, не может быть. Но он говорит, что это недовольный. И почему я могу сделать? Потому что это что я могу сказать? и я думаю, что он может быть на самом деле. И вот, в посылке, где он сказал, это информация, здесь в последнее время, вы видите что-то не знаем, потому что мы не знаем из-за этого человека, для того, чтобы мы не знаем, что мы не знаем, потому что это не то, это необходимо что принести эту доказательную и для того, чтобы получить удержание, умерли он по-минцит Питалии, что татарин был француз и он сказал, что персона, однако ел, в нынн регистрации раст, однако 12, а ведь отчейшем регистрации, мы отстоят сенсу, да, свершит у вас отстоят, что на частном... Мы нам стоят, прямо с этой чрезвычайной суммарки, но и нам стоят, если видео-карапрут, но первая частая подкачка, я как-то не ластору, а кума-целу, зыд, варианта диплина, у супубликация варианта диплина публика. Не треба ли, в 2019? А почему вы не вышли на меня и сказали, что это правда? Потому что, что на хрестовремцию мы вышли. Вынушаю. Алта, я ка... Ну, верификация информации. Далина тоже говори, пожалуйста. Сейчас к этому же обману, да? Вот к этому обману. Раду, она. Подождите. Алта, я меньшуна к републикации, да? Есть републикации фото мил, он Александру, медведь, парантеезе, авокад. Он не везли, это за... Гурбежщик у Евгении. Да, я тоже не знаю. Медведь это в тюрьме сидит. Я тоже его не знаю. С нашего оправдания пришли. Я ка... Настолько... Настолько... Настолько уровень телеканал ваш, что ничего не выясняете. Ничего не выясняете. Даже имя человека... Он известен, он известный от Антарды. Ему известный от Антарды, кстати. Сейчас, идем ота, уместим. Девушка от публикатов, но он от инчеркатов, контактов при ими. Девушка миленькая, я речь от Вам никаких претензий. Вы работаете, это ваша работа Я прекрасно все понимаю Но честно я вам скажу открыто Сегодня вы видели много фактов Вы слышали это Я даже сегодня не надеюсь на ваш канал Что будет справедливым Видите моего сыну же уголовника Они уже арсенал оружия Этот Александр Евский Это мой принцип Я по своему принципу шагаю Этот человек Который капли совести, гордости, ума Талантово именно проведение Таких мероприятий, как он проводит Какие-то передачи, ноль Он перед судом встанет Мы до Европы дойдем Мы уже на нас вышли с Европы Мы не идем, ади к нам иду Сейчас я скажу Сообщение сейчас Антатушка Раду покажет По поводу того, что вы говорите Лживое там, да, все Чтобы вы знали, помимо того, что Почему этот театр был сыгран Вы знаете уже по поводу бумаги Это знал и был в курсе Лично Раду Чижиченко Которому я написала Можем крупным планом прийти и снять Сообщение Раду, если будет какой-либо звонок От Капиталика Скажи, что я задержана То мы так ему сказали Договорили И все знали, что получить бумагу Во-первых Во-вторых Она с прошлым ужин даже обманывает Это какое ваше дело Вы не обманываете? Нет, но это мы обманули 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 за Нашего заложника Чтобы заложника нашего снять Я с Карабаха Я знаю, что такое заложникам быть Что в тюрьме моего сына Закрыли в подвале Моего сына закрыли в подвале Карцер Не дали два дня Уважаемая журналистка Два дня ни чашки Ни ложки Ни тарелки Ни кушать Ни сигареты Два дня За что? Почему? Почему один разрешает говорить Домой, разговаривая с пацанаром А пятеро одновременно нападает на него Укладывает на пол И там на ногу он ушумел И хромал Три-четыре дня Почему не привели его в судебный процесс На судебный процесс Либо забывают Либо не туда попадают Почему? Почему запретили свидание с родителем Особого опасного Передача Почему передача запретили? Мы говорим уже пять дней Вы хоть раз в жизни Вы можете для народа служить Мгновение хоть одно Видите, моя семья Сколько делала для Молдова Лично моя семья с моими детьми вместе Сколько мы сделали для Молдовы Говорите, пожалуйста В конце концов, что случилось с этим письмом? Оно попало туда, куда надо было? Или что? Вот я сейчас скажу 45 дней Ломали наш телефон Столько смсов Радуча Женька в Румынию поехала за этим Два раза он зашел Первый раз не попался к Виталику Виталик не принял Как узнал от кого А второй раз мы опять Он три-четыре дня задержался в Румынии, Бухаресте Умоляли, плакали, рыдали Целовали телефон Чтобы он принял Он принял Это не в наших полномочиях Мы просим, чтобы вас вывели в БСНП Потому что состояние у вас критическое Но они не пойдут на этот шаг Они никто вас не вывезет Когда я была задержана на Тигина 6, подваль на меня держали Я попросила Выведите меня Хоть обследование, рентген Нет, извините Никто вас не выведет Вот Какое у нас Можно сразу уточняющий вопрос задать Вы просто очень много раз говорили про Константина Ботнули Если мы правильно понимаем Вы обижаетесь Вас обидело То, что политический деятель Даже несмотря на вашу, как вы говорите, дружбу Близкие отношения с ним Не стал влиять по вашей просьбе на прокуроров Нет По его заказу закрыли моих детей Сейчас я скажу Это дай мне сказать Эти важные моменты Потом если вопросы будут задать Нет, пожалуйста Даже при мне Вопросы поймите правильно Я отвечу Когда Тату привели Адвокат звонит Говорит Тату и Давида Допрашивают в прокуратуре Филиал в центре находится На чем Маре находится И едут туда Едем Мы с семьей Едем туда С Татой поговорили Отпустили На второй день На третий день Между вторым и третьим Вот так А то отпустили А полиция там еще первый день сказала Завтра тебя отпустят Кто-то должен остаться Давид наверное останется За наложником Тату отпустили С таким уголовным делом Понимаете Преступники Горбунцов Деньги Отмывание Убийство Вы понимаете Тату отпустили И Давида уже привели К прокурору Давид говорит Он на прокурор На каком основании Меня держите тут Прокурор сказал Как фамилия? Боколым Боколым Руками показал А я в этой стороне Вот это понимаю Кто И не только я Все знают Один у нас Кто? Не так Не так Нет Неужели я говорю Давид говорит Как это? Не может быть Они Они у меня? Да Ничего не могу делать Все Давида закрыли На судебном процессе Тот же самый Боколым Заставляет Чтоб Судья Давида Добавил 30 суток Давид И Судья говорит Нет материала Нет ничего Хочешь формали Что-нибудь Чтобы было Чтобы мы знали На каком основании Судья 15 15 дает А настаивает прокурор 30 Это Боколым А Давид на процессе Говорит Господин прокурор Вы же сказали Оттуда А где ваша совесть? Хорошо Он заказал А почему тут Настаиваете Чтоб 30 Если Уже вы сказали Заказ И в этом курсе И судья Тогда сразу Сразу уточняющий вопрос Да Естественно Как мать Это нормально Защищаете своих детей И для любой Защищаю правду Да Как вы могли бы Прокомментировать Сегодня утром Появились прослушки Телефонных разговоров Которых Насколько Во всяком случае Из этого следует Что супруга Вашего брата Сама говорит о том Что задержали его Все-таки обоснованно Что он сам виноват Что его не раз предупреждала Она не вмешивается В какие-то сомнительные дела Что у него не раз Была связь С криминальным прошлым Что он и ей угрожала И ее семье И Кто-кто не понял Вот телефонный разговор Супруги вашего сына С ее братом Во всяком случае Это следует И записи Которые появились Сегодня утром С ее братом Да С ее братом Какой Вот она Ну да Вы понимаете Ну вот мы спрашиваем То есть был такой разговор Нет Вы действительно считаете Что Давида задержали закон Давид криминальный Вы что Это бред вы бьете Это вы что Вы знаете Подожди Вы знаете Я хочу задать вопрос Именно к вашему каналу Публика ТВ Да Почему вы Почему вы Лезете В личную жизнь В личное пространство В бытовую жизнь Человека Сегодня мы едем На машине Доезжая сюда к вам Мы слышим По радио Публика ТВ Прока говорит Про какие-то Часы подарок Я ему говорю Что купила шубу Я не поняла Что первый год Я шубу ношу Или никогда Шубу не носила Или мы не можем Себе обеспечить Покупать шубы Машины Насколько я вам Вы знаете Вот эту женщину Она была первая Бизнес-леди Молдовы Со своим Сраведливым Честным трудом И постоянно Она нас держала Ватер И мы все Имели Начиная от Эксклюзивных Хороших машин Заканчивая Дорогих одежд И почему Вот я вот Задаю вопрос Именно публике ТВ Почему вы Лезете Вот В личную жизнь И публикуете Телефоны И переговоры Лично А вдруг Буду говорить О интимных вещах Вы это тоже Выставляете Да Выставляю А вы подарки От своего бывшего мужа Все-таки получаете Получала Я не отрицаю А что Не имею право Получить Подождите Я нарушила Закон этим Вы от своего мужа Не получаете Миленькая У меня нет мужа Но если бы он был Если бы друг Да И вы пойдете Отчитываться Что я получил Подарок Дело в том Что мы просто Пытаемся уточнить Вы до этого Говорили в одном Из интервью Что у вас вообще Ничего не связывает Никаких А он как Он как бывшему Он имеет право Хочет он мне делать Подарок Я мать его детей Она в разводе Я мать Я официально в разводе У меня официальный документ Любой человек Может тебе подарить Когда тебе приходят На день рождения Это все Подарки связаны На день рождения Это личная Бытовая наша жизнь Какого что-то Кому интересует Что бывший муж подарил Вам не стыдно Это вопрос Что вы задаете От Малорчука Вы все-таки получали Какой Малорчук Я лично Лично я Подождите Я хочу сказать открыто Если ваши СМИ И спецслужбы Очень хорошо работают Да Так они должны знать Получала ли я От Малорчука Доказательные факты Или нет Доказательные факты Покажите Публика ТВ Показала бы нам Миллиона Что я что-то получала Тогда я скажу про Публика ТВ Публика ТВ уже третий день Показывает телефонный разговор Жене с Виталиком Что они Сценарий играли И что Татушка закрыли Вот сейчас я скажу Все Подождите Сценарий играли Что Татушка закрыли А мотивы скрыли Смонтировали Мотивы брали Сейчас услышите полную запись Сейчас полную запись Вчера Журнал ТВ Пригласила нас И кстати Порядочный канал И дали нам возможность Говорили мы Понимаете И нас слышали Не так как вы Санктивитируете И как Андреевский Этот человек Принцип Он принцип имеет Или гордость имеет Он вчера уже Объявляет Объявляет Что да уже Да ведь Не с Горбунцовым Это связано Уже Это не об этом Уже У Давида В машине Нашли Арсенал оружия Вам не стыдно Вы понимаете Отсюда отойдем До Европейского Сударя Круссельские двери Окна будем стучать Все каналы Все программы Которые Не угрозы Это предупреждаем Не оскорбляйте нас Это оскорбление Вы На каком основании Этот Андреевский Должен иметь протокол Который Зафиксирован Политейскими Прокровами Что там Арсенал оружия Наслова нет Что И еще Подождите минуту Как вас звать Как вас звать Я вам отвечаю На этот вопрос Лично я И моя семья Никто не получал Никакие деньги Ни от Маларчука Ни от кого-либо Мы единственное Что получал От своего бывшего мужа И буду всегда получать Если он хочет Делать добро Для своих детей И буду открыто Говорю Всегда с ним Общаться то Что связывает нас Детей Он имеет право Как отец Общаться со своими Детьми И никто Не прав Я пришла про свою проблему Говорить А не про Маларчука А вам то что интересует У вас есть Вот как говорят Достаточно службы Специальная Но мы напрямую вас спрашиваем Не надо напрямую Давно случили Давно случили Я вчера говорила АйТи Вибрию Телеканалу тоже И в журнал ТВ Вчера тоже говорили Наша семья Никакие деньги Никакие переводы Вы можете это проверить И в переводах И везде Тогда она поняла Вы поняли Теперь вы поняли Что этого не было Здоровый подарок Можно вопрос Нет подождите Подождите Я выслежусь Пожалуйста Чтобы основной разговор Который связан С моим Я пресс-конференцию Не организовала Чтобы про Маларчука Говорили Я организовался Про нашу боль Проблемы говорили Моего сына Это Давидом сказали Что про преступник Это не мы сказали Это запись Телефонного разговора Из которой следует Можете ставить сюда Да Это в ютубе есть Вы можете сами Что ты Кто Что сказал Супруга вашего мужа Сказала Моего мужа супруга Это я Прошу прощения Вашего сына Супруга Сказала Что хоть его задержали Она его поддерживает Но на самом деле Он абсолютно заслуженно Сидит в тюрьме И он не раз Совершал преступление И к слову говоря Мы бы хотели Еще уточнить Ужат А может быть Вы кого-то подсунули Говорили С какой номер С какого номера Говорили Можете подсказать Это запись разговора Мы спрашиваем У вас могло бы Дайте поставьте Пожалуйста На ютубе Найдите пожалуйста Найди Слышите теперь Что на какой-то Вот как спабрикованы У вас Передачи С Андреевским Я извиняюсь пожалуйста Вот как у вас Спабрикованы Все вот передачи С Андреевским Эти переговоры Что якобы Я Бывшая жена Прока Виталия Сыграла Театр Да Насчет этого скажу Да Я сыграла Почему Есть полная запись Сейчас Потому что От нас От нашей семьи Требовали бумагу Вот эту бумагу Дайте бумагу Вот госпожа Именно Броля Прока Чтобы написал бумагу Что он Такой-то Такой-то Никто-либо Не мог Мне Заказать Какое-либо Убийство Германа Горбутова А для чего Вам нужно было Тогда имитировать Что вас задерживали Для своего бывшего мужа Зачем Вы Опять Потому что Мой бывший муж Нет Сказал Руки Мне Отрубите Я не дам Никакую бумагу Знаете Каким путем Мы эту бумагу Добились Знаете Каким путем В слезах Вот мои телефоны Тоже Послушайте Внимательно Во-первых Дай скажу Не имейте Право Чужой телефон Даже если Женя Говорил с кем-то Она не говорила Это облев Это обман Это Фальсификация Саша Ты знаешь Какие разговоры Публика Это публика И гоняет Всех лучших людей С Молдовы С вашими выступлениями Все убегают И мы оставим Заложниками Послушайте сюда Вам интересует Этот документ Обязательно Мы его снимем Вот снимите За этого документа Тату Тату Ты рыдала С семьей Дети рыдали Все мы рыдали Плакали Мам извини пожалуйста Секунду пожалуйста Я хочу один момент уточнить Вот почему Вот публика ТВ Выставила И ваши спецслужбы Которые Сняли вот этот ролик Да Вот Переговоров Телефона Почему 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 они поставили Этот момент Наш разговор С Евгением Они поставили Предыдущие моменты Когда я умоляла Плакала Рыдала Я говорю Прошу я тебе Ноги целую Бумагу Почему они Что Она у меня подумает На времени Но не будет Мы не утверждаем Что это вы А это не ее голос Вы уже монтируете Это не ее голос А почему в ютубе Ставили на его имя На чего Скажите как найти Мы ее Как найти Потому что это реально Конечно Вы Журналисты многоуважаемые Если среди вас есть У себя уважающие каналы Справедливые Независимые Смотрите Чужой голос Вязали Ставили На ее имя Вы представляете Что творится Уже Нет Остановитесь Не только вы Пожалуйста Нет Нет Подождите Я не буду ответить Я говорю Дача Женя Подожди Жень Подожди Это все Уже не случилось Но вы не узнали этот голос Кто мог такое говорить Нет Не за то Вы же сказали Супругу Вашей вопроса Это Сочинение Ваше Это Фальсификация Не именно Лично может быть Но сочинение Вашего канала То есть вы не знаете Кто мог утверждать Про вашего сына Что он виновен Ребенка забрать Я девушка Задам вам А ребенок Нет Я вам дам Встречный вопрос Она не дает нам Говорить до конца Я вам дам Встречный вопрос Миленькая Как вас зовут Как вас зовут Секундочку Как вас звать Виктория Вам дам Встречный вопрос Неужели вы Настолько Прям Идеальный человек Что у вас не могут Быть враги Нет Мы сейчас не говорим Вот я и к этому И клоню У каждого человека Может быть враг И на СМОС Специально могут Что-то сказать Но это фальсификация Международные организации Публиковали до этого Что ваш сын Был замешан Во всевозможных Делах по Рэкету 2004 году Он покушался На убийство В баре Каком-то Кишинева На кого-то Какое Были подобные дела У вашего сына Были до этого Уголовные дела Задержание Криминальное Прошлое Вот такие же Дела Фабрикация Вот такие же То есть были Уголовные Фабрикации Сейчас мой сын Как По какой Статье идет Да Вот такие дела Фабрикации Известная семья Всегда кому-то Интересно было Задевать Ну как вы думаете Почему Вот вашего сына Если он никогда Ничего не совершал Были уголовные дела По Рэкету Какого Рэкету Вы что Говорите Вы что Зачем Вы оскорбляетесь Какого Рэкету Мы вас уточняем Девушка Такого не было никогда Вот наш личный адвокат Слушайте Подожди Не только Вы сюда пришли Давайте Уважайте других Тоже Дайте я выскажу Что что А то я сейчас Закроюсь Или попрошаюсь С вами До свидания Дайте я выскажу Что за что Мы пригласили Мы пригласили Пока вам слова Никто не дает Мы не высказывали Вы что Тут лидер Тут пришли Хотите Плюнуть На все Души И говорить Только вы о себе Вот видите Насколько Не уважаете народ Нет нет Это пресс-конференция На пресс-конференции Вы обязаны Слушать Пока что Человека Которая Пришла Своими болями Болячками Можно вы ответите На вопрос Потому что у нас Тоже есть Просто вопросы И чтобы не Дайте я скажу Главный момент Главный момент Пришли Никто Кто торопится Может уйти Слушайте внимательно Вот из-за этой бумаги Второй день Когда Я была у ботнаря Он потребовал Принесешь эту бумагу Освободим Сцена Поняли Теперь понятно Вот это Почему они потребовали У меня Эту бумагу За то что он Мой сын уголовник За то что он Нарушил правила За то что он Заслужил Это дело Уголовник Да За что они требовали Что Виталий Проко Вот на молдавском Чисто на белом Чёрно на белом Написано Виталий Проко Пусть даст Нам документ Вот с тюрьмы Подписи тюрьмы И адвокаты его Что он Дает Документ Расписку Что не знает Влада Плохотюка И никакой отношения Не было И на Горбунцова Заказ Не от Влада Плохотюка Здесь Но До этого Тот же день Ботнай Дает мне номер Телефона Этого человека Раду Чижиченко Свяжись с ним И все Вопросы Решать через него Документы Он получит Сына получишь Тот же самый Наш Ботнай Я с хорошей ноты Начала Но эта хорошая нота Привела трагедию Семьи Вот видите Филата закрыли За миллиард Платона Закрыли миллионы Миллиард А наши семьи За что Заложники Мы тоже Миллиарды съедали Или вы сейчас Будете считать Что дети мои От папы Какую машину Или Какой планшет Получили Да Подарок Эгоистами Не будьте Пожалуйста Уважайте Немножко Ваше сердце И вашей семье Ваши детей Публикуйте Правду Вот видите Публично Я вам говорю Чужой голос Вы сами Можете Женя Сейчас запишись Я не могу найти Все Женя Они фальс Они фальсифицировали Этот канал Который Служит Только по заказу Нет Вот она Беременна Это открыто Все знают Что ваш канал Публикует То что выгодно Женя Сейчас Женя Сейчас А правду Они не публикуют Андреевский Вчера Уже Когда шум Подняли Да ведь Ничего не виноват Уже люди Интересовались Пришли Пошли Женя Потом Пожалуйста Пошли Прокуратура Они знают Встретились С судьями Там тоже Сказали Что Без основания Он принял Заявление написал Пока Виталика Держит Очень Там Серьезно Две канала С утра До вечера Крутится Чтобы От него С его уст Что-то Слышать Он ничего Никому не говорил И не про кого Вот Круглосудно Что дежурят Две передовые Каналы Румынские К нему Доступа Не было Мы это Создали И он Заявление Оформил Как приятеля Близкого И чтобы Параша Раду Оттуда позвонил Умолял Давайте Параша Завтра Хотя бы Сегодня попаду Уже 4 дня Я тут Хорошо Раду Еще раз Вышли на него Еще раз Попросили И Он Оформил Как Близкого Юриста Таким путем Быстро Проходишь В общем Он был у него Виталик Показал Что да Из дома Звонили Сказали Но я не отдаю Не отдаю Не он отдал Нет Не отдал Он Раду Не отдал А Раду Еще Пошел Кроме того Что он Раду Не хотел принимать И не хочет Даже Вот это Отдавать Раду Еще Пошел И еще Дополнительно С этой Это хотел Добавить Еще Кто-то Другу Понимаете С двух сторон Огонь На нашу семью С этой стороны Как во время Геноцида Армяне Сказали Впереди Вода Позади Огонь Вот Нашу семью Вот так С двух сторон Нападение Понимаете То есть Виталий Прока Написал Это письмо Но когда ему Сказали Виталий Письмо Не написал Текстом Таточка Диктовал Но никак Не согласился Вот вы Слышите Не отдал Но это письмо Было у него Кто отдал Это уже Тогда отдал Когда Тате Сказали Закрыл Он уже Отправил 29 Ноября И кто делал Раду С этим письмом Дальше Что случилось До последней Минуты Сейчас Вот Тата Включит Последней Минуты Уже Несколько дней Что они Не появились После того Один Политик Мне Вчера Звонил После передач Сказал Знаете Наверное Это бумаги Ни почему Не очень Интересуют После Ты тоже Был Следителем В Альянске Выступал Не знаю Может быть Им Что-то Уже Это не интересно Стало Не знаю Уже Несколько дней Что эта бумага Не просит А почему Вы думаете Не знаю Спросите у батаря Спросите у него Не написано Ренату Нет Они сказали Так Было сказано Отраду Так Что Меня сняли С этого Полномочия С этого дела Разберитесь с ним Я уже Не имею Силы Некомпетент Разберитесь Константин Они сказали Что мы Сами Знаем Как решить Вопрос Нет Они Раду Сказали Мы Сами Знаем Как Решить Вопрос Мы Сами Решим Эти Вопрос Нет Чтобы Понятно Было Раду Сказал Мол Вы Сами Можете К нему Подойти И Подать Написать И я Смску Отправил Как Бумага Есть Нужна Ботнарю Или Кому Да И что Он ответил Не написал А он Ясно Что К чему Письмо Есть Нужна И что Он ответил Я Не Компетент Я говорю А кто Компетент Раду Говорит Да Раду Говорит Что делать Вы Сами Передайте И я Больше Никому Не Спокоен А можно Еще Один Вопрос После Того Как Вы Вышли В Прессе С Этими Заявлениями Кто Стоит За Этим С Вами Кто Небудь Связался Например Константин Ботнар Или Кто Другой Из Партии Никто Может Связались Никто Вот Вчера На Журнал ТВ Если Кто Слышал Видел Не знаю Они Позвонили По Его Номеру Я Его Номер Я С Армении Звонила Поздравила Праздники Дни Рощения Я По Последней Минуте Тебе Сказал Это Бумаги Нужна Ты Сказал Да 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 И Когда Тебе Отбой Дали Вчера Да Вчера Утром Или Мазачера Видите Это Было Несколько Веден Мы Случайно Ведились Где Мои Документы Мои Документы Отдай Другие Делают Не Проблема Кроме Раду До Последней Минуты До Вечера Пока Ночью Мы должны Будем Получить Я Тебе Сказал Нужна И Сказал Да Нужна Да Вы Сразу К Надо В Не Ни В К Зак Э Тем Но Ты там Сказал Что Не Снимают Да И Они Что Разберемся Они Они Стали Разберемся Слышали А он Сказал Вы Сами Наняли 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 Сняли Слышали Наняли Ну вот это утро, я человека отправила. Не надо. Ну что, он же в курсе идет. Он же в курсе идет. Номер знает, если что. Иной же не враг. Может позвонить. Слышите, он говорит, вы выходите на него. Я говорю, нет, если им надо, номер знает, позвонит. Мы не отрицали. Мы не хотели вот так афишировать все это. Ни в какую, но застрахованы мы были. Все-таки я при войне работал в спецслужбе Ольмении. Я много видела и знаю, как защищаться тоже. Саша, говори про Давида. На ваш вопрос, девушка, почему не взяли бумагу, да? Вчера, да? Вчера, да? Вчера, когда была передача на журнал ТВ, в прямом эфире был Ренат Усапи, да? Который сказал, что семья Гаспорян Венеры не знает многих фактов, которые происходят, да? О том, что он раскрыл какие-то обстоятельства. И теперь понятно, почему мы не взяли. Вот Венера Ушегина может вам показать смс-переписку, где пишет Венера Ушегина, блатниру Константину, о том, что бумага есть. Вы идете забирать. Все вопросы к Раду. Венера Ушегина пишет Раду. Рада. Бумага нужна? Пишет, да, нужно. Часа не прошло. Венера Ушегина пишет, ты когда будешь? Потому что день-два должно было быть правление и арест в суде. Ты когда будешь? Он отвечает, что извините, у меня отозвали полномочия, я больше не компетентен в этом вопросе. Все. То, что сказал вчера Ренат Усапи, да? То есть выводы какие можно сделать? Что? В тот факт, что Раду, да, который представился как адвокат, заходил в тюрьму к Виталию Крупи, это оно факт. И этот факт был зарегистрирован там, в Румынии, где ведется следствие. Понимаете? И Виталик поставил известность компетентным органом, кто к нему заходил и что он дал. Эта информация, скорее всего, дошла до нашей верхушки здесь. Они уже понимали, что нельзя забирать этот документ. Понимаете? Это логично. Вот почему причина. А действительно семья не знает, не знает, что произошло. Что там, с кем имел Виталик, какие дела, с кем, о чем общался, и как оно все там происходило, они не в курсе. Понимаете? Они не знают, они не имеют претензий ни к Усатому, ни к Плохотнику. Никаких дел общих нет. Просто нет. Понимаете? Вот вся ситуация. Виталик. 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 И по этим паспортом мы подняли его. И по этим паспортом мы приняли его. Четыре дня он там остался, чтоб попасть никак не смог. Но мы как нибудь это обвиняем. И кроме того, пять дней мы человека в Румынию отправили, остался там. Сколько дней мы сказали, pas закрытая. чтобы собрать у него вот это лишь тогда он на встречу пошел я даже не знаю он адвокат или нет не знаю а может и служба может какого-то полицейский не понимаю у меня есть вопрос представителям публики вот уже второй раз за последние пять минут другие каналы снимают может быть покажет когда поставили видеозапись здесь было аудио где венера ушел на это то говорит сразу когда сейчас мир ушел начал говорить вот вы девушка даете указание своему оператору не снимать не снимать то что говорит они сразу не снимать то что говорит с какой цель публики я не знаю то что я снимаю не снимаю это я решаю это видео есть в интернете у меня нету достаточной памяти на фронтаре чтобы все это снимать давайте начнем определенную яшность чтобы было понятно вы возможно но вы не первый раз выходит на пресс-конференция это пресс-конференция это предусматривать вопросы ответы кроме того как вы понимаете вы смотрите новости час или два часа где материал мы не можем технически дать вопрос а адресовано было это когда я сегодня ты очень активно поздоровался другой раз когда мимо проходишь не здороваешься нельзя так я все таки вашего и вашей стороне моей стране сегодняшней второй родине 25 лет истории и стоит ваша сегодня не без меня и без моих общественных людей я хочу сказать мы обратились во все мировые инстанции смеет раша тудэй а маргарита симоня вы знаете она просто шоке было life news cnm bbc английский лондонский garden кроме того что у нас еще гарден очень справедливый на 40 страница никому не хвалю просто то что мы говорим это показывает не фальсифицировать не фабрикуют и не сочинять и сверх ног человек стоит стоит а вы публика не вы лично публика ноги вверх голову не ставите люди не понимают мне звонят говорят я говорю по публике такой же вы слышите публика люди так говорят о вас вам это надо немножко уважайте народ все-таки наш народ мы сегодня частицы этой страны и не просто какие-то попавшие шальные сегодня и завтра нет 25 лет заслуга мы идут я здесь опухоль головного мозга получила меня меня обнаружили меня обнаружил опухоль головного мозга я иду поднарю варю страшнейший диагноз у меня единственный кормилить мой сын единственный у сына открытым черепа мозговая травма два инсульта перенес освободи моего сына пусть моим здоровьем займется знаешь что сказал а что я не болею я к его сидите у себя кабинете кушать и пьете гулять и понять а он тюрьму сунули из-за какой-то проки и какой-то чертовой бумаги которая наша семья тысячи лет не интересуется эти все таки пытались понять вы говорили что у него были тоже уголовные дела сфабрикованы а почему так скажи саша это девушка за этим уголовным делом фактически если даже сделал не Brian Душевгичова не были только помытоя все таки могутeffectить похуже что так проверце так у вас22 яreich вы обратитесь по тому же чего вы обратите насколько вы обратите Chevера не озелен Но в инвенуире он не понимает, что конкретно в какие акционы все инвенуиции. В начале акционы универсального банка, уже в начале 177-2008 года, декабряно, университет Монуарда Гурбонцов, наше акционы в 2006. Он не понимает, что конкретно он не понимает. В этот раз нет документов? Не существует, конечно, когда поняли особо инвенуирование, да, есть этот документ. 145.26. Компличитателла, тентатива дин мордба. Факта, кэре, ел ну о комис, ши ничну иран царэ кэнцу комис отчаста факта. Зачат, расскажи, когда богалым, поэкца показал, что плоха дин мордба. Досарок на которую вы говорите, в 2004, да, да, досарь, ревики, Досарок на которую вы говорите, у фоста класса 3-4 лет. Когда появляется какая-то проблема, или нет кондиционного, что ты делаешь, Суау, как ты говорит, что скажу, что следует... ...серия, урмирири пенала по этой досарке. Досай учил один дом и патру, а кума у фосрил ват, он пидато де паиспричи ноембри, а патру ват уже. Да, а то же дом и патру нечил отсутствие на Интад, дупо паре ряду мне вас, тогда ка кум с Тустиницкой есть или гад хвачисту персуаля, отуч? Думаю, но к тем системе и чего зин трягася, десут тему патючисты менте. У фосрил конфликт, дин карьва лукал, шастай, у фоср катива персуаля состабилит, конкрет кай Давид и рапрезент такого, да ну а кумис ничо факта, ну ничо обцюния криминала, каири у фосрил импутаты. У фосрил террор, дико супернедусар пи тентатива де умор, кэрвом сымгора прокуратура урли квалификатла хулиганизм, ши хулиганизм тот ноксо констатат. Девушка миленькая Виктория, на сегодняшний день, вам интересует, зачем фальсифицировали этот документ, зачем давить тему, я спрашиваю журналистов, минуточку, нет, вы много говорили, на сегодняшний день, подождите минуточку, пожалуйста, я оратор пожизненный. Да, вы камеры берете, спровоцируете и неправильной информации доносите до зрителей, а я всю жизнь для народа работала, и не забудьте, что я в Армении была главным художественным руководителем республики. Я режиссором и достойным человеком, самое главное, и вот эту жизнь и тут продолжаю. Смотрите сюда, мы вам говорим опять туда, мы вам говорим, что вы пришли ваше «Я» диктовать тут. Не хватит, смотрите, ваше шкало, сколько нарушений, я вообще с вами не хочу шутаться. Сейчас послушайте. Они другую тематику берут вообще. Подожди минуточку. Так они, конечно, сейчас новая информация к этому. Подожди минуточку. Три фальсификации сегодня с публика ТВ. Напишите, пожалуйста, все пишите. Чтобы это объявили обязательно, я вас очень прошу, кто себя уважает. Во-первых, разговор с Женей, с Виталией Проку, то, что смонтировали, им нужные моменты ставили, а вы полную передачу смотрели. Полную запись смотрели. Во-вторых, то, что Андреевский назвал арсенал оружия нашли у Давида, пусть докажет факт. Столько мы говорим по факту. Все фактами. У нас ничего нет искаженного. Только бла-бла вы делаете. Все. И это, послушайте сюда. Послушайте сюда. Не хочу слушать вас. Я обращаю всем каналам. Второе, что Андреевский принцип, беспринципный человек, почему он объявил публично, что у Давида нашли арсенал документов, протокол документов у нашего адвоката. И прокурсурия. Такое было, Саша? Протокол обыска машины есть. Протокол обыска квартиры. Где арсенал? Какой арсенал они нашли? Чужую квартиру обыскивали. Это ваша шансы. Стыдно вашему каналу должно быть. Тата, подожди. Еще третий. Человек сидит. Включите. Запись включите, пусть все послушают. Мы не отключали. А? Мы не отключали запись. Вы про камеру говорите? Нет, нет, нет. Вот про Женю. Сказали, что говорили против Давида. Потому что Давид сейчас сидит. Должны они свою задницу беречь. Что ни за что человека сунули за свои дела. Грязные политические дела. Но только у них, и они говорят, что на Ютубе есть. У меня нету на Ютубе. Да-да-да же. Нету на Ютубе. Нету. Она принесла. Хотим проверить. Поставьте. Есть еще уважаемые журналисты и каналы, которые хотят... Я обязательно еще раз поставлю. Это на Ютубе действительно... Нет, сейчас ставьте на ротку слушать. Громким звуком, пожалуйста, Виктория. Непременно поставлю еще раз. Вот сейчас перед журналистами. Объясните нам только одну вещь. Не объясняй, не слушаю тебя. Вот ставьте сюда, пусть народ слушает. Почему тогда, в 2004-м, фабриковали дела, если вы говорите? Мы пытаемся это понять. Девушка, вот таких, как сегодня. Как сегодня. Каждый правитель на наше семью охоты имеет. Каждый раз. Почему? Вот как в этом... Ну, почему? Когда будешь жить в Португалии или в Италии, посочувствуй с ваших молдаван и поймешь, почему? Как чужих больше до тебя наезд. Вы по факту говорите. Вы пошли, что Давида за что закрыли? Вот сейчас, в данный момент, за что закрыли? Вот потянули. Сейчас, сейчас, минуту. Я отвечу на вашу просьбу. Мы не знаем, произошел конфликт, да, в том заведении. Было установлено, дело было возбуждено, да. И законно было все установлено, что Давид не виновен ни в чем. Было вынесено постановление о выведении из-под уголовного преследования. Все. На этом законно было дело закрыто. Потом, впоследствии, впоследствии потом, да, когда возникали какие-то ситуации, где он кому-то не уводит, сразу это дело возобновлялось. Не один раз, понимаете? То есть этим делом просто манипулировали. Почему ваш сын кому-то, может быть, не уводит? Ну а почему вот он... А вы думаете, что мы нам уводим? Не всем же уводим. Завтра я про вас буду говорить, Виня. Как вы про нас говорите? Можно вопрос? Может, вы кому-то не нравитесь? Таточка, подожди. Она эгоистично относится, как публика ТВ. Самый нагрый канал, самый несправедливый. Над всеми издевает и никому слова не дает. Говорите, пожалуйста. Вы не знаете, если сам Виталий Прока, если, может быть, вы поговорили с кем-то из прокуратуры или с другого, других органов, про то, что из него вымогали вот эту бумагу. Это же тоже как-то получается неправильно. Я вам скажу так, что, насколько мне известно, и лично, лично Виталий Прока, лично Виталий Прока дал намеком мне по телефону, что румынские спецслужбы все слушают на его телефоне. То есть, конечно, когда был разговор об этой бумаге, непосредственно все записи и все, я думаю, есть. Но вы не знаете, если возбуждено какое-то дело про это? Не в курсе. Не, не может. Он, собственно, ружинник тоже не... Мы это, на нас наехали, заложник, он уже говорит, заложников отпускайте. Говорит, нет. Хорошо, отдам. Но заложников отпускайте. Сегодня наша семья, моего сына, держат заложники. Про меня никогда нехорошие каналы, даже самые лучшие праздники, святые праздники организовали, никогда они не опубликовали. Хотя я порядочный человек всегда пригласил их. Всегда пригласил, всех приглашаем. Мы всегда. Это одна сторона. Мы обращаемся с этой трибуной. Пожалуйста, обязательно, чтобы этот момент вы говорили. Диплом миссии в стороне Молдовы. Всех. Евросоюз. Представители Евросоюза. Представители Европарламента. Евросовета. ООН. ОБСЕ. Все международные организации, чтобы подключились, чтобы узнали, чтобы информированы были, кроме того, чтобы информацию дополнительно отправили. И чтобы взяли за это дело, защищали нашу семью. И этот беспредел, который вели против нашей семьи, приостановили. Каждый, у каждого ближе к телу своя рубашка. Пока другой не попадет в нашу ситуацию, не поймет. Легко говорить со стороны. Легко. За деньги, говорят, все. Зарплата обеспечена. Но. Не ясно. Вчера мы целовали, сегодня подставили нас. Видите, что случилось. Хотя ничего не связывал, кроме дружбы. Я это тоже могу сказать откровенно. И сегодня порядочные люди откликнулись со всего света. С Канады, с Америки, с Карабаха, со Степана Керта, с Москвы. Обращаюсь в Российское посольство официально, лично. Американское посольство. Английское посольство, чтобы в это дело грязное нашу семью сунули. Французское посольство. Брюссель, это двери, окна. Мы будем стучать. Они уже узнали кое-что. Уже на нас вышли. Мы подняли шум. Мне сказали, что не надо, сына освободим. Бумагу принесли. Бумагу принесли. Бумагу уже не получают. Не знаю, почему это у них надо спросить. А сына не отпустили. Это факт. Мы должны бороться за справедливость. Чтобы такие моменты, которые случаются в разных семьях, не повторились. Особенно сейчас с нами этническая семья на виду общественных деятелей. Председатель Союза Армян Давид. Председатель Ассоциации Армянских Женщин Татевик. Председатель Диаспоры Я. Наша семья общественно-творческая. Татевик. В их факторе Румынии среди лучших она выступала. Среди лучших. 24-го она должна была поехать на финал, поднять молдавскую зданию. Ее арестовали, она не уехала. Смотрите X-фактор. Смотрите про нашу семью. Смотрите мой Давид, как реставрировать церковь. Мой Давид, сколько помощи оказывает. Мой Давид, 18-20 тысяч избирателей в термпартию привел. Об этом говори. Говори по его порядочности. А то что, какие-то политики. Так у нас политики работают? У нас политики разве честные? Вы что, не знаете? Из муха делали слона. Мой сын убить, что он под убийство, статья Татева. Мой сын. Парень, который на день рождения принес торты. Тортих детям. Парк, азмы, плазы, игрушки. Его закрыли, что ты под убийством ведешь. Я также нахожусь в подписке о невыезде. Нахожусь в подписке о невыезде. И меня также инкриминирует вот это. Убийство. Я требую, требую, требую. Я вас очень прошу, Виктория. Вы косвенные, такие, кусячие вопросы задаете. Пришли сюда, как будто с нами бороться. Идите, подговорю, скажите, что случилось. Идите, разберитесь. Почему одностороннего смотрите? Наши жалобы все факты. Видите, три ваши передачи, все искаженные. Все ложные, смонтированные. Ваши нужные. Но идите, скажите. Почему эта женщина сейчас душу ломает? И не остановлюсь. Никто не остановится. Вчера с Армении. С Армении русские звонят. С российской диаспоры. С Армении звонят. Что случилось с вашей семьей? Что, дорогие, а в Армении уже, это уже тревогу дали. По всем СМИ завтра, до президента, до всех СМИ мировые армянские. Вы думаете, это легко? С этой семьей надо так играться? Вы думаете, эта семья ничего не стоящая? Или вообще еще даже слабая семья? Вы говорите, откуда у нее тачка? Ну и Сюёк говорит, откуда у моей дочери тачка. Она на тачках ездила. 16 лет с того момента, как позволили ей ездить. Не знаю, с кого момента я не еду, не знаю. На лучших машинах ездила. Мама зарабатывала. Мама, сейчас я болею, сейчас не занимаюсь этим. И сами мы зарабатывали, брат и я. Наша семья общий бизнес имела. Мы все друг друга. Мы все, вот Людмила Алексеевна часто приходит к нам. Она знает, какая дружная, какая у нас семья. Пальцем надо показать эту семью и примером быть. Долговечности и порядочностью. Хлебосольной семьи. Еще хочу сказать. Во все инстанции американское посольство обязательно мы обратимся. Матрапу уже телеграмму отдали. Королеву Елизавету уже телеграмму подали. Весь мир должен знать об этом фабрикованном деле. Весь мир должен знать, что творится в Молдавии. Вам не интересна судьба молодого, энергичного, умного, талантливого, гениального парня. Это вы знаете, этого ребенка голову, мозг можно использовать. Тут экономику Молдовы подняться. Вы знаете, какой он умный. Вы с ним ни разу, наверное, не общались. И использовать во благо нашей Родины. А что вы делаете, закрываясь туда, тюремщиком назвать? Конечно, завтра уже выйдет. Другой затепит, скажет, ты же тюрьмы сидел. И так над судьбой играетесь. Вы знаете, Батарин, что сказала? Делайте с вашей прокурой, черт побери, что хотите. Дайте моего сына, я уезжаю отсюда. Плю на все, на все, что я сделала. Мой долг выполнен, церковь закончен. Уезжаю отсюда. Совесть, сердце имейте вы. Неужели вы не можете страдания матери сочувствовать? Из-за что сына сунули из-за политических игр? Мой сын умный бизнесмен в крови. Он политикой не лез никогда. Мы чужие дороги не лезем. Мы сами, вот, сами с собой живем. И помогаем очень многим. Крест, который на церковь ставят, этот Давид ставил. Этот крест бережет нашу семью. Я требую, чтобы немедленно моего сына освободили. Требую, чтобы немедленно моего сына освободили. И все эти уголовные, сфабрикованные дела убрали, сняли с них, с моей дочери и с сына моего. Мой сын там с ума сходит. Хоть раз был у него, была у него. Вот говорю, говорю, его так в тюрьме держат. Идите, позовите, поговорите с ним, если вы честны. Поговорите, и вы знаете, какой менталитет у человека. Идите к Бакнарю, идите к Раду. Хотите номер телефона дам. Выходите на него, если хоть одно слово наше ложное. Еще столько всего мы имеем. И вот, смотрите, сискат напал. Сискат напал на нашу церковь. Это что? И я уголовница? Чтобы нашу семью берегли. И публика ТВ. Я вас очень прошу. Про ТВ, публика ТВ. Публикуйте правильные. Фактическими доказательствами публикуйте. А не фальсифицированные. Как вам нравится. И как вам выгодно. Армянское кладбище и церковь. Вот как ломают. Они проходят, сказали, якобы ключи нету. Они заходят. А обманулись, что из ФНОЗа девушка позвонила. Сейчас покажут ее тоже. Снимает или нет? Или не пускаете снимать? Снимает. Вот это российский публика. Хоть немножко на совесть не будет. Да не будет такого, мам. Конечно, проотправили, чтобы тут сфальсифицировали. А сейчас увидишь, что они свое там смотивы придумают. Что-то добавят. Вот это Саша наш, адвокат. Смотрите, видите? Сесть церковь, что ищет? Кладнокладбище армянское, что ищет? Знаете, что у меня поратили? Ухредительные документы. Документы на собственность. Я говорю, почему? Вы что, ремерскую атаку делаете? А с чем связано? С Виталий Прокуусатой, что они так обманывают? Вот они все. Вот. Она сказала, я с ФНОЗа. Я с ЮНОЗа пришла. Потом по личному вопросу к Венеру Гаспарян обманывает. Потом еще обманывала, что какая-то бумага написана в Венеру Гаспарян. А потом я говорю, а что за бус стоит здесь? И сразу 10-12 сисовских. Я вижу, говорю, мама, там сисовские ребята стоят. Я говорю, вот зайдут. Пускайте, чтобы хотя бы культурный центр двери сломали. Это дорого стоит. Они не купят никогда. Поставят обратно. Смотрите, снимите. Ребята, снимите. Вот на СИС что ищет? У нас в церкви на кладбище. И ставьте в культурный центр, когда зашли. Чей фотографии? Фотографии. Нет, фото у меня в телефоне. А, ну, можешь ставить. Это тоже поставим, 3 минуты. Нет, пусть будет, Саша. Пусть будет. Так что, Раду Чижиченко. Номер телефона его какой? Я могу подсказать. Спросите, он был у Виталика? Он поехал в Румынию? Пишите, пожалуйста, все. Облика ТВ. Вы просто заставили то, что мы не хотели говорить. Ради вас с уважением к вам относимся. Говорили еще больше. Костя Раду. Даже у меня тут написано. От Константина Раду. Это я не вижу. Читайте, она вот наверху. Это Раду номер. Сейчас же прямо наберите. 068 170 005 Сейчас же наберите, скажите. И с вами говорят в поископе. Хоть кто-нибудь. И Константина Михайловича номер 1. Марик, все, процент. Спасибо всем огромное. Пусть вы выйдет на него тоже. Пожалуйста. Да, кстати, мы обжалуем пророкатуру генеральную. Вы же знаете. Пророкатуру генеральную аннулировала. Дайте еще последнюю фразу не выключать. Важный момент говорю. Пусюек объявляет по телевизору. Дочка Хо едет на тачке. Тачка 10 лет в возрасте. С шестого года тачка. Два раза морда поменяли. Эту тачку. Во-вторых. Этот бусюек позволяет себя ездить на таких тачках. А наш Бокалом, как фамилия, программа? Бокалом. Бокалом едет на тачке свежее. На Тойоте или Форд? Вольво. Вольво. В джипе. А как он имеет право? А мы нет. Еще скажу. Судья первой инстанции увидел, что документа, материала нет. И говорит, что вы путаете? Этого человека я не закрою. Бусюек приходит, заставляет его закрыть. Напишите. И бусюек ушел. Вслед за бусюеком приходит колонна полицейских окружилий. Если на совесть судья, судья сказал, что я не закрою, нету материала. Наш прокурор улетел, как пуля, и вслед за ним бусюек подошел. Заходит в судья кабинет, закрывает на ключ, на ключ закроет. Через 10-15 минут он уходит. И появляются еще и все эти те же ребята, которые Давида закрыли. Вы понимаете? Спасибо большое. Спасибо большое, что вы пришли. Просим, чтобы справедливо осветили все, что увидели и услышали. Спасибо.